В общем-то всем все видно, слышно, я так понимаю, да, не только Никите, но еще всем остальным товарищам присутствующим. Нет, по поводу очных, очной демонстрации, это еще отдельная тема, сейчас мы ее тоже протестируем. Окей. Так, ну давайте с вами теперь, как оно вам видно, видно все, да, все хорошо. Ну, прекрасно. Итак, значит, мы с вами говорим об органическом моделировании, когда, то, в принципе, когда мы говорим о моделинге, то вы всегда должны понимать самое важное. Изначально моделлер, грубо говоря, из чего он исходит? Моделлер всегда исходит из назначения модели. То есть модель, как таковая, может участвовать совершенно в каких-то определенном ряде задач. Это может быть, например, статичная модель для визуализации, то есть это объект, который просто будет где-то стоять в углу, допустим, ну или не в углу, или в центре, там комнаты, помещения или вашего рендера, и, соответственно, красиво выглядеть. Это может быть модель, допустим, опять же, высоко полигональная для визуализации, но, допустим, с элементами анимации, допустим, она должна двигаться и участвовать в, не просто в облете камеры, она должна еще и двигаться. Это может быть вообще модель для игрового движка. Например, вы хотите, вы создаете компьютерные игры или делаете модели для компьютерных игр. Соответственно, опять же, модель, это уже, получается, третья задача для модели. И вот в зависимости от того, какова ваша задача, специфика моделинга, она будет, в принципе, отличаться. Но, наверное, самый главный момент, самый главный вопрос, который вы себе задаете относительно модели, особенно если она, конечно же, органическая, будет ли она когда-нибудь анимироваться или нет. Разница колоссальная, потому что, например, если я делаю модель статичную, впоследствии модель ни в каким образом не будет ригеться, никто не собирается встраивать в нее систему костей, не собирается ее двигать и так далее. Конечно, в этом случае ваша задача заключается в создании красивой сетки. И если эта модель органическая, ну, например, вы делаете статуэтку, я не знаю, горгулий, дракона какого-нибудь, да, возьму пример, то вы, конечно же, сразу сделаете просто модель в ее конечной позе. Да, есть такое понятие posing, это когда модель, грубо говоря, в определенную ставят позу для рендеринга, чтобы она определенную позу приняла красивую. Вот если модель статична, например, то позу вы конечную моделите сразу. То есть если у дракона, дракон там вокруг камня, на котором сидит, заворачивает, должен заворачивать хвост, то вы сразу моделите завернутый хвост, моделите лапы в том положении, в котором они, грубо говоря, в конечном итоге должны находиться. И не переживайте о том, что впоследствии, скажем так, этого дракона разогнуть уже никому никогда не удастся, потому что это будет просто статичный рендеринг. Но вот модели, которые, соответственно, впоследствии будут ригеться, то есть модели, в которые будут встраиваться системы костей, конечно, таким образом моделить нельзя. Их обычно моделят в некой, то, что называется, initial pose, то есть в некой начальной позе, которая будет удобна для аниматора в плане встраивания костей. То есть, грубо говоря, если это персонаж или его даже часть, то персонаж не сразу вы его моделите, как он, окей, буду рисовать все в пейнте. Он не сразу, грубо говоря, сидит на стуле или на полу скрестив ноги и все такое. Понятно, что он когда-нибудь в такую позу сядет. Но вы моделируете персонажа, его initial pose, то есть он вот так вот обычно стоит на определенное расстояние расставив руки. Это позволяет встроить в него систему костей, а уже дальше аниматор через манипуляторы, через систему костей придаст ему нужное положение. Ну вот, что касается моделинга объектов, которые впоследствии будут анимироваться, здесь обычно бывает важна сетка. Часто говорят о том, что сетка важна особенно в местах изгиба, то есть там, где, грубо говоря, у человека суставы. Сетку надо брать под особый контроль. Желательно, чтобы, во-первых, эти места были уплотнены, то есть сетка там была плотнее, чем, скажем так, в остальных местах. Для, в общем-то, удобного изгиба можно еще немножко там подработать топологию, и мы сегодня посмотрим, как. Ну вот, в частности, пример банальный, вроде бы. Ну как банальный, честно сказать, это одно из самых сложных, смоделировать человеческую кисть. Задача, на самом деле, совсем не кривиальная, просто кто-то назвал ее банальной, я до сих пор не могу от этого найти, видите, у меня стресс. Соответственно, рука по факту является, ну то есть частью персонажа, и если я знаю, что рука впоследствии будет анимироваться, у нее будут строены косточки, моделировать ее, грубо говоря, сразу сжатой в кулак, или даже с подогнутыми пальцами, вообще идея не очень хорошая. То есть желательно обеспечить, то есть какой-то вот такой развернутый вариант, то есть когда у вас пальцы все выровнены, соответственно, вот так вот на какую-то плоскость, видите, рука как будто положена, пальцы растопырены при этом, чтобы впоследствии можно было спокойно в каждый палец строить косточки и уже гнуть как угодно. Это момент такой теоретический, он очень основной, очень-очень такой, знаете, общий основной момент. Ну а в дальнейшем, соответственно, вы уже будете моделить, думая о том, а как все это вообще гнется. В принципе, для этого, конечно, ну, бывает не лишним знать анатомию. Конечно, анатомию не в такой степени, в которой ее знают, я не знаю, медики, да, но если вот вы владеете то, что называется анатомией для художника, это будет крайне хорошим для вас подспорьем, потому что вы будете четко понимать, ну или даже интуитивно или приблизительно понимать, какие линии ребер где могут проходить, а где линии ребер проводить не стоит. То есть я даже абстрактно и условно себе могу, ну, представить, что внутри кисти вот здесь, грубо говоря, я могу там ошибаться, я все-таки не, опять же, не врач, но я знаю, что вот здесь, грубо говоря, вот сюда подходят две косточки, вот одна из них, видите, выступает вот так, да. Грубо говоря, дальше здесь идет целый набор костей, вот тут там как-то вот они суммарно образуют такое некое весело, ну, со стороны этого и так, то есть пять вот таких вот здесь неких шариков, опять же, по размерам я могу чуть-чуть ошибаться, а потом идут пясные кости, да, то есть они уже, вот отсюда пясная кость, она уже идет, то есть вы себе должны, это и понятное дело, что, ну, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но общее такое, знаете, базовое представление о том, что вы делаете, должно быть не только в плане формы, ваша задача именно вот в плане последующей анимации, она осложняется тем, что вы должны понимать, как это двигается, то есть ведь кости двигают, грубо говоря, пальцы, да, именно кости двигаются, а уже надетая на них плоть, потом начинает это колбаситься и шевелиться, поэтому ваша задача вот в таком хотя бы абстрактном варианте себе представлять, как это все происходит, что где-то здесь находятся, да, головки пясных костей, то есть здесь вот так называемые костяшки присутствуют, вот, все так себе условно можете расчертить, ну, в голове обычно это происходит, конечно, мало кто это рисует, хотя иногда рисуют в особо интересных и сложных случаях, вот, если некое вот такое представление присутствует, можно начать моделинг вполне, моделинг у меня будет по референсу, значит, результат сегодняшней работы, результат, он может выглядеть приблизительно, вот так, как всегда, нету, наверное, особо времени на важный момент, это поиск, что называется, поиск формы, вообще, вот прошлый, кто был на прошлом семинаре, например, знает, что мы там делали, например, фонарик, фонарик это объект, но будем считать, что некий технологический, и вот там в технологическом моделинге, в сплайновом моделинге, все дело просто в техниках, это разная настройка всяких там сплайнов и прочего, а вот чем отличается органический моделинг? Органический моделинг по техникам достаточно скуден, то есть там нет разнообразия техник, вы не используете сплайны, не меняете интерполяцию, сечения не ищите, не делаете чудовищные какие-то выравнивания и трансформацию относительно каких-то других центров, все органическое моделирование это поиск формы, по факту двигаете точки, поэтому данный сегодняшний семинар может показаться вам немножко скучным в этом плане, никаких, ну не то, что никаких, но не супертехники, а поиск формы в плане вот, я буду двигать точки, да, вот как раз вот этим можно заниматься часами, у нас нет часов, но я вот постараюсь как-то вот, вот если вот такой результат у меня сегодня получится, будет очень неплохо, то есть я вижу и сеточка красивая, надо сказать, что мы сегодня постараемся так с моделью, чтобы модель в принципе подходила как для лоу-поли, допустим, игрового моделинга, в частности, вот если я TurboSmooth уберу, вы заметите, что передо мной такая лоу-поли моделька, очень даже неплохая, если, скажем, поработать с группами сглаживания здесь, то она выглядит очень даже добротно для лоу-поли, она вполне годится, чтобы дальше перенести ее куда-то в ZBrush, произвести какую-то ретопологию и так далее и тому подобное, то есть скалпинг, ретопология, данная модель вполне для этого. Годица. Ну и она же годится, видите, если применить TurboSmooth, видите, что вполне при сглаживании получается годная вещь, она готова к текстурированию и ТД и ТП. Окей. Ну, в общем-то, давайте начинать. Сегодня я начну с вот этого участка, это некое запястье, чуть до него я вот создам бокс, как всегда за основу данной модели, конечно, возьму бокс, дальше будут некоторые отклонения от нормы, но тем не менее бокс это наше все. Обычный единичный кубик, который я посредством клавиш Alt их сделаю полупрозрачным и конвертирую в редактируемое поле поверхности. Ну, как водится, на точках надо его, конечно же, грубо пока поставить по модельке. Здесь, понятное дело, точек для конечного результата пока недостаточно, но вот я стараюсь по максимуму приблизиться. То есть я сейчас вот как бы, я вот иду такими шагами, я вот сейчас сделал вот этот шаг, то есть я прям по вот этим костям сейчас, да, ну, грубо говоря, сделал вот такой вот шаг. Вот, соответственно, то есть я обязательно оставляю линию ребер там, где будет происходить изгиб, да, поскольку это запястье, оно должно изгибаться, мне здесь понадобится уплотнение сетки, я уже оставляю такой задаток, после чего я эту сетку, может быть, уплотню еще, то есть я еще окольцую ребрами, чтобы здесь все было хорошо. Окей. И, соответственно, дальше мы с вами произведем обычное экструдирование, базовое выдавливание. В принципе, можно использовать метод копирования ребер, то есть с шифтом тащить поверхность, просто сейчас я не вижу этого особого смысла. Вот, если вы как-то знаете, я сразу себя задумываю, что я вот шажок сделаю здесь, потом вот идет большой палец, мне под него понадобится еще один шажок вот здесь. Ну и, соответственно, как-то еще вот так, допустим, да, можно где-то в промежутке сделать дополнительный шаг, то есть он все равно рано или поздно потребуется, то есть, например, сделать вот так. Сразу два три. Вот поэтому я делаю, ну, могу сразу сделать три экструда, вот, мы с вами должны знать или, может быть, не знать, что если я хочу какую-то команду повторить, то есть я уже выполнил команду подобъектную с полигонами, если я просто хочу повторить, я на клавиатуре могу нажать точку с запятой. То есть, упс, точку с запятой вот нажимаю, видите, у меня сколько раз нажал, столько повторяется та же самая команда экструд, поэтому сделал один экструд, дважды нажимаю на точку с запятой, получается такой вот шажочек. Окей. Мы знаем, что удобнее всего, конечно, на вертексах работать, поэтому, ну, я имею в виду дорабатывать, поэтому я на вертексах дорабатываю поверхность, ставлю точки грубо, но все-таки стараюсь к, ну, стремиться к тому результату, который я желаю получить. Чуть подальше. Вот так вот. Вот так вот. Сюда. По костяшкам где-то плюс-минус. Ну, а вот это вот как раз будет большой палец вытягиваться. То есть, это где-то вот здесь. Тут еще, опять же, надо понимать, что вот здесь будет вот эта вот кожа, она натягивается, да. На самом деле, мы же понимаем, что, грубо говоря, если брать кости, то тут провал вот этот вот, да. Соответственно, может быть, нет смысла тянуть до конца, может тут оставить пока небольшой зазор, а потом уже именно вот показать вот это вот вытягивание дополнительными паршинами. Опять же, тут есть варианты на тему. Поэтому, может быть, не вот так, а чуть-чуть я как бы этот момент отодвину от края. Вот такая вот, видите, получилась несложная совершенно форма. Вот дальше вполне можно, опять же, сделать такой задаток для большого пальца. Куда я его хочу сделать? У меня сейчас получилось как-то вот так. Я хочу до вот этого сустава еще дотянуть. То есть вот такое сделать. Можно пару, тройку экструдов дать вот именно на вот этот участок. То есть на вот этот изгиб я просто беру и вот из этого полигона торцевого, который у меня есть слева, опять же, сделаю раз. Ну, давайте пока это будет три. Я вижу пока что как три выдавливания. После чего, соответственно, аккуратненько точки подгоню под референс. Таким вот образом. Вот так. Вот с этой стороны это должно быть более-менее похоже на правду. То есть уже точить поболее и, в принципе, все окей. Значит, тут проблемы иногда бывают. Люди спрашивают, а что делать, если референс что-то как-то не видно. Но в вашей проблеме это попробовать решить двумя путями. Первое – это взять материал, который вы используете для референса и дать ему самосвечение. Многим знаком этот параметр. Особенно хорошо срабатывает, если чертеж у вас такой черно-белый. Будет очень контрастный, хорошо. В случае, если это не прокатило, все равно ничего там не видно, грубо говоря, мне. Ну, можете взять, зайти в Object Properties объекта не референса, а вашего объекта, который вы моделите. И вместо C2 параметр чуть менее удобно. Но все-таки используют параметры Visibility. Параметр Visibility можно, например, сделать в районе 0.5. В этом случае вы получите вот такую более лютую прозрачность. Но, честно сказать, такой вариант мне не очень нравится, потому что, чтобы вернуться в нормальный режим, приходится опять заходить в Object Properties и возвращать его на место. Ну что ж, соответственно, что теперь хочу? Теперь я, соответственно, хочу задать дополнительные кольца ребер, в частности, для большого пальца. Вообще большой палец, товарищ такой, знаете, забавно интересный, потому что он повернут градусов, наверное, на 30 относительно всех остальных пальцев. То есть он повернут как бы вокруг своей оси, вокруг своей направляющей. Поэтому, грубо говоря, это будет палец, у которого вот здесь будет проходить ребро. Я знаю, что это ребро должно пройти вот здесь посередине. Это такая классика, я бы сказал, моделирования кистей. Вот она проходит, вот здесь нужно закольцеваться. Я буду использовать команду для уплотнения сетки сегодня кольцами. Я в основном буду использовать команду, которая многим известна. Это команда Connect. Позволяет соединять ребры между собой. Выбираю ребро, делаю Ring. То есть я окольцовываю. То есть выбрал ребро, нажал кнопочку Ring. Альтернативой является Shift и клик в соседнее ребро. То есть Shift-ом клик в соседнее ребро выбирается кольцо. А дальше можно прямо вот так добавить Connect. Команда Connect, вот она в свитке Edit. Нажимаю. Получается вот так вот, видите, дополнительное кольцо. Вот оно мне очень даже пригодится. Во-первых, я при помощи него сейчас уйду от квадратности большого пальца. Во-вторых, это и просто правильная топология. Окей, вот это ребро я провел. Помимо него, конечно, нужно провести еще одно. Уж по-хорошему. Рано или поздно, как бы вы чего ни моделили, но в основании любого пальца хорошо, чтобы было 8 точек. Сейчас их 6. Я прекрасно понимаю, что все-таки это ведет. Конечно, можно так моделить, и это сильно все... Вообще топология, она сильно зависит от ваших задач. И я не говорю, что это единственная правильная рука на свете ни в коем случае. Но, наверное, по современным меркам, даже для игровой индустрии, все-таки кисти уже моделят достаточно детализированными. Поэтому мне еще хочется очень сильно добавить одну линию ребер поперек. То есть вот так. Поэтому я выбираю одно ребро, делаю вот такой вот выбор, и делаю еще один коннект. Вот так. Окей. Вот. Соответственно, какая тут идея? Опять же, это моделинг, где вы постоянно делаете какое-то подразбьение. Что такое подразбьение? Это добавление ребер. То есть вы подразбиваете поверхность на более мелкие участки. И здесь главное не упустить момент, когда вам необходимо уточнять форму. Любое добавленное вами ребро, оно должно служить какой-то цели. Если вы просто проводите кучу ребер, но при этом полигоны продолжают лежать в одной плоскости, грубо говоря, это просто означает, что вы тратите ребра в пустую. Это неверное решение. И еще одна проблема бывает, что человек добавляет кучу ребер. Добавляет, добавляет, добавляет. С мыслью, что да, сейчас я добавлю, пройдет час, и я возьму и все эти новые вершины употреблю в дело. Но, как показывает практика, когда вы уже переходите на более мелкое подразбьение, то есть когда у вас уже наплодилась куча поликов, поставить точки, куда надо, бывает сложно. Поэтому вот если вы когда-нибудь видели, как происходит скауптинг в том же ZBrush, там модель, она постоянно подразбивается, прям вот итерационно. Но прежде чем, да, все профессионалы, прежде чем добавить дополнительный шаг подразбиения, на предыдущем шаге профессионал убеждается в том, что каждая вершина стоит на своем месте. И только после этого идет еще один шаг подразбиения, и уже более мелкая происходит детализация. Поэтому вот сейчас все это квадратное, и то, что я тут вот это наплодил, я даже не знаю, грубо говоря, зачем, оно мне вообще понадобилось. Вот, поэтому сейчас я добавлю еще три ребра, а дальше я начну, ну, грубо говоря, все эти ребра куда-то в дело употреблять. Какие три ребра? Ну, я вижу, что с торцевой стороны вот здесь мне понадобится четыре пальца, и, ну, как-то что-то подсказывает мне, что здесь надо провести дополнительные кольца ребра. Поэтому выберу одно ребро, сделаю ring, connect. Но в данном случае команда connect сработает, как я возьму и дам сразу три ребра, нажму OK. Вот они, дополнительные новые ребра. И вот теперь, конечно, даже вот как-то стыдно двигаться дальше, пока все это не придет в какую-то, вы знаете, более, что ли, может быть, анатомическую, с моей точки зрения, форму. Выйду на вертексы. Я вижу новые точки. Они вообще, в принципе, нужны. Видите, они позволяют мне более точно подгоняться под референс. Это крайне важный момент, конечно. Соответственно, на вид сверху, я думаю, что этого больше чем достаточно. Условно пока, может быть, гипертрофировано или не совсем верно, но тем не менее я должен уже какие-то вещи показывать. Например, я знаю, что у меня вот здесь вот торчит некая косточка. Я знаю, что после трубы смыв все сгладится, поэтому я могу ее уже, знаете, так вытащить вот сюда, просто чтобы обозначить это положение. Дальше. Зачем я, собственно, провел центральную вот эту линию? Центральная линия ребер, она мне позволяет уходить от квадратности. То есть вот эта прямая стенка, грубо говоря, да, как я ее сглажу? Я буду идти, я так кропотливо работаю, я буду идти по точкам и так смотреть. Буду уводить их как бы внутрь. Я делаю по факту некий скос. Вот так вот с краешек. Аккуратненько так вот. Здесь, потом, значит, может быть, снизу имеет смысл как-то пока что сделать это по-быстрому. Так раз. То есть поставить их. Значит, с этой стороны то же самое. Вот эти точки теперь, поскольку есть центральное ребро, позволяют мне добиваться более плавного такого из гибро. Здесь пока тоже так оттащу. Снизу. Пожалуйста. Вот так. Большой палец тоже требует корректировки, конечно. Вот здесь тоже нужно понимать, что он должен в результате в сечении получить некий, ну, можно сказать, эллипс, да, то есть какой-то сплютнутый там овал, поэтому я их, во-первых, видите, я делаю масштабирование относительно общего центра чуть-чуть. А дальше аккуратно по одной, по две, по три двигаю, ставлю плавно. Снизу то же самое. То есть вот эти точки не должны валяться таким вот образом. Заметьте, да, кстати, что я работаю в перспективе. Это такой типичный ход. То есть я не скажу, что это какая-то редкость. Но перспектива, если вы как бы считаете, что это в перспективе, вы должны понимать, что у вас должно быть сразу это пространственное мышление, вы должны понимать, как вы в пространстве 3D-сцены вообще двигаете точки, что вообще происходит. Окей. Вот эти точки, я считаю, что вполне можно что-то подтянуть. То есть взял такой вот. То есть точки, лежащие в плоскости, это печально. Вы должны просто все время думать об этом. То есть точки должны давать форму, должны как-то участвовать в процессе создания геометрии. Точки в плоскости – это ошибка. Ну, знаю, что большой палец, он вообще-то еще так, знаете, чуть вниз как бы смотрит и имеет, наверное, смысл сразу это обозначить. То есть я вот эту часть возьму, опущу чуть вниз. Это не должно прям, знаете, вот так. То есть чуть-чуть я опускаю, чуть-чуть делаю поворот. Вот, в принципе, вот пока я думаю, что окей. С большим пальцем окей. Дальше. Вот основание, опять же, моей руки вот здесь, да, то есть вот это сечение. Квадратное. Не хочу квадратное сечение, поэтому дополнительные точки здесь мне помогают. Вот так вот. Я хочу добиться, знаете, какого-нибудь, какого-нибудь такого сечения. Ну, помимо вот этой точки, которая, вы помните, зачем она мне нужна, хочу добиться чего-нибудь более такого овального. Ну, соответственно, как-то вот так пока что я оставлю в покое. Сейчас, хотя предпочитаю вообще, но с залогом, да, с тем, что я впоследствии, скорее всего, руку так не оставлю, или буду моделить дальше, я предпочитаю вот эту часть вообще размыкать. То есть оставлять ее разомкнутой. Это сразу и в TurboSmooth. Мне не придется здесь ничего мучить, у меня будет просто разомкнутый край. Все будет замечательно. Прекрасно. Ну, а дальше, соответственно, вот эта часть. Опять же, тут куча точек появилась новых. Точки не должны пропасть. Я, во-первых, хочу, может быть, какие-то участки приподнять где-то. Это не должно, друзья, смотреться совсем плоско. То есть даже какие-то, может быть, не совсем осмысленные, хаотичные ваши действия, они, в принципе, вы просто думаете, как бы вот поинтереснее сделать форму. Это все равно лучше, чем оставить. То есть может даже вы немножко не анатомично сначала сделаете, но лучше, чем оставить валяющиеся плоскости точки. Окей. Ну и вот как раз здесь, друзья, рано или поздно настанет черед делать костяшки, в зависимости от степени детализации. Может, я буду что-то дальше помоделивать, а может, что не буду, может, просто оставлю некие выступы такие абстрактные. И вот эту часть приподниму. Она приподнимается явно, да, вот у нас с вами. Я ее чуть-чуть приподниму. Опять же, то, что выглядит, может быть, излишне на модели не подразбитой, на модели, которые уже будут применены на турбосмок, будет выглядеть более гладко. Поэтому немножко гипертрофировать эти шаги плохо не всегда. Окей. Значит, соответственно, с этим мы разобрались. Точку вот сюда куда-нибудь. Вот снизу, например, опять же, по моим, может быть, не самым точным анатомическим представлениям, здесь можно сделать, знаете, то есть, некое углубление, вот так вот затащить точку чуть-чуть внутрь, чтобы в сечении был такой вот небольшой провал по центру. Ну, вот нижняя часть вообще руки, то есть ладони, у меня нет, видите, никакого референса, ничего такого. Вот мне пришлось прорабатывать ее, конечно, ручками, по факту. То есть, я знаю, что здесь, грубо говоря, идет такая, как бы это назвать по-русски, подушечка. Я ее должен вытащить, особенно вот в основании большого пальца есть такой прям, знаете, довольно четкий выступ. Надо его оформить, то есть, грубо, да, грубо, но оформить. И вот здесь вот по краю опять же идет такая вот более мягкая выступающая часть. Соответственно, я ее задам. Вот так. Здесь. То есть, еще раз, на каждом шаге я стараюсь каждую точку к чему-то пристроить. Потому что, если это мне сделать, впоследствии получается трэш. Как это говорится. Ну что ж, вот на данном этапе я считаю, что все хорошо. Я могу себя проверить. Для этого я применю любой метод подразбиения. Это может быть HSDS, это может быть MatchSmooth, TurboSmooth или даже самый обычный Subdivision, который находится прямо в дедабл-поле. Да, Nürbis Subdivision. То есть, вы можете любым известным вам методом проверить. Мне нравится TurboSmooth, потому что его очень удобно включать и выключать в стеке вот этой кнопкой. Я могу его просто применить. Посмотрите, вот видите, то, что мне казалось, я там наворотил все, то, что повылезали точки. Честно сказать, на TurboSmooth мне даже кажется недостаточным. То есть, у меня такое ощущение, что, черт, а можно было бы еще точки потаскать. Поэтому, после того, как... Видите, аутрозомка-то эта часть хороша, потому что ее никак не схлопывает, она не размазывается, она остается четкой границей. Вот, соответственно, можно вернуться на Эдитабл-поле, включить, показывать конечный результат, выйти на вертексы и доработать то, что вы хотели. Я вот хотел, да, там, показать, что где-то вот в основании пальца что-то там, вот там, сустав, он как-то торчит. Я вот могу постараться это показать. Вот эти точки я там тащил вверх. Ну, ладно, так уж и будет нормально. Вот эти вот как-то недостаточно, по-моему, умения выступают. Вот здесь, вот здесь. То есть, хочу какой-то вот такой вот больший, больших изгибов на верхней части, да. Снизу, опять же, я вроде так старался, думаю, и где оно все. Его нету. Ну, соответственно, опять же, беру там даже полики можно взять вот так вот, полигоны, да. Прошу прощения за мой сленг. Вот полигоны, соответственно, можно таким вот образом потягать туда-сюда. И вот теперь, теперь, да, я вот смотрю под разными углами. Кстати, вы могли заметить, что я использовал в демонстрацию, когда я уже вам показывал готовую модель, я использовал такой замечательный режим. Он находится вот здесь. Называется он Clay. Clay по-английски глина. Данный режим вообще изначально совершенно не 3D-максовское изобретение. То есть, изначально из программы по скалоптингу режим. Он в таком вот забавном цвете показывает модель, ну, без учета всяких мелочей, типа текстуры и так далее. Моделлеры его обычно предпочитают. На нем хорошо видны теншины, то есть напряжение на сетке на нем хорошо видно. Поэтому иногда на нем очень хорошо видна форма. То есть форма, она четко прям по цветам от градиента меняется. Я вижу, как изменяется угол тамся. поэтому может быть вот в таком варианте еще поработать. Посмотреть, как, чего. Я не стараюсь сейчас сильно такие вещи прорабатывать прям до конца. Почему? Потому что все еще поменяется сто раз. Обычно так и бывает. Моделинг – это целый процесс мыслительный. И вы такие, оп, потом что-то захотите поменять. Ну и тем более я еще думаю о том, что покажу вам сегодня доработку модели кистями. То есть впоследствии, когда уже общая форма готова, но где-то есть какие-то мелкие шерковатности, при этом у вас уже довольно много точек, очень удобно использовать кисточки. Есть в 3D Maxi такой метод моделирования, когда вы не таскаете руками точки, берете кисть, допустим, кисть, которая разглаживает поверхность или наоборот тянет поверхность, при помощи кистей добивайтесь нужных вам из-за этапов. Окей. Ну что ж, значит, я на этом этапе вот с этим куском поверхности закончу. Перейду к такому интересному товарищу, зовется он палец. По поводу моделирования пальцев. Ну, кстати, обратите внимание, поверхность относительно, ну, с учетом сглаживания уже выглядит немножко не по референсу, то есть там такое будет всегда, то есть вы вроде поставили там точку по референсу, а потом смотрите, ничего подобного. То есть под сглаживание нужно подгонять дополнительно все моменты. Ну, вот, соответственно, по поводу пальцев. Вообще сам по себе палец можно моделить сотни способов. От банального сделал там несколько экструдов и поковырял точки до создания отдельной геометрии цилиндром, боксом. Потом эта геометрия команды attach присоединяется и, соответственно, сшивание вершин вы добиваетесь единого целого. В чем плюсы-минусы подходов тянуть? Например, можно вытягивать по сплаймам, да, есть такой подход, который мы разбираем на занятиях, это когда мы рисуем просто тонкие линии. Это пример, я так делать не буду, просто для примера. То есть мы создаем тонкие линии вот такие, грубо говоря, вот так. Соответственно, дальше происходит такой интересный экшен, когда мы просто на полигональном уровне выбираем определенную область, используем команду, называется extrude получаем нужное число ревер, она запоминает еще мои настройки, поэтому каждый новый палец, грубо говоря, буду уже вытягивать. Но поэтому он потребует корректировки, но в принципе она же будет иметь правильное количество сегментов. То есть, видите, вот такой вот подход вроде бы сразу приводит меня к такому, знаете, достойному результату с точки зрения топологии сетки даже, да, вот, получается, прям пальцы, только осталось вроде бы добавить деталей, то чуть-чуть подвигать, и вообще все получится прекрасно. Способ, честно, мне очень импонирует, мне он очень нравится. Но, если говорить объективно, способы есть как плюсы, так и минусы. Плюс, конечно, в быстроте начального этапа, ну, а минус, конечно, в проработке. У меня же, получается, четыре необработанных пальца. Мне на каждом придется проработать суставы. И что самое страшное, особенно для начинающего 3D-максера, это проработать ногти. Вот, если подходить, скажем так, другим образом к вопросу, и сделать сначала один палец, а потом его откопировать, понимаете, да, и просто подогнать под размер, то придется сделать сначала просто один палец со всеми финтифлюшками, с правильной допологией, там, с ногтем, а потом вам не придется для остальных пальцев повторять эту процедуру. То есть здесь есть свои плюсы, свои минусы, каждый решает для себя. Но вот сегодня, дабы различь публику, которая уже была на курсах, и уже моделила, грубо говоря, эти пальцы, мы с вами сделаем по-другому. Я создам примитив. Например, это будет цилиндр или бокс, допустим, цилиндр. Все равно придется делать его круглым, потому что будет цилиндр. Вот, соответственно, это отдельный совершенно объект. Я его желательно приложить к пальцу, который более-менее по мировым осям. Средний пальц, видите, он по мировой оси туда смотрит. Потому что он мизинец, конечно, модель типа сейчас будет ад и боль, а вот это более-менее такой ровный товарищ. Окей. Ну, что я сделаю? Я задам ему правильную высоту. Как всегда, альтикс. Радиус плюс-минус соответствует должен действительности, хотя понятно, что после сглаживания все будет. По-другому, количество сторон. Опять же, вот это моделлер всегда держит в голове. Это, знаете, обычная общая степень детализации. Вот, например, в компьютерных игрушках иногда все меряют стволом дерева. То есть, говорят, что у ствола дерева в основании 6-8 полигонов или там сколько. Вот зависит от того, сколько, грубо говоря, в стволе дерева, то есть в цилиндрических частях в игре полигонов. Это говорит, в общем, о полигональном бюджете, о том, какая это игрушка. Там игрушка нового поколения, современная, то есть там модели используются с каким полигональным бюджетом. Вот здесь то же самое. Когда я работаю, я в голове держу бюджет, если он у меня есть, полигональный. И как минимум, я всегда держу в голове, сколько в основании каких-то круглых цилиндрических форм у меня я обычно ставлю точек. В данном случае я говорил про 8. 8 – это круто, это по-современному, это можно даже развернуться немножечко. Есть где. Поэтому сайт 8, получается такая вот поверхность. По поводу количества ребер, ну, честно сказать, я обычно душу джабы, я всегда стараюсь минимизировать начальное число, а потом локально уплотнять. Будучи более смелым, я бы заранее посчитал, что у меня там будет столько, столько и столько. И сразу сделал как-то вот так-то, не знаю, может быть, 10. Я так делать не буду, я так не люблю, честно. То есть я делаю минимальное число по факту руководствуясь тем же принципом наличие кольца под каждый сустав. То есть есть кольцо ребер под каждый сустав, сустава тут два промежуточных этих, поэтому я сделаю минимум. Ну, а дальше уже идет весь процесс работы. Значит, здесь, наверное, даже будет удобно в таком варианте сделать что? В поле сконвертить поверхность, задать сужение, потому что палец-то он к концу должен, его вообще в принципе надо сплющить изначально. Палец может даже объектно это мне не повредит. Объектно сплющить, потому что палец это не окружность в основании, это такой вот сплюснутый элемент. можно подправить, потом будет, но чем раньше, тем просто удобнее. А вот, а также еще к кончику я хочу чуть-чуть здесь главное не переворщить, потому что палец не то, чтобы сильно сужается обычно, то есть это такой лайтовый совершенно момент, его надо ловить как-то. Вот. Достаточно. Вот, еще я понимаю, знаете, что вот здесь я, наверное, переборщил, потому что у меня будет что-то кончик пальцем, надо будет как-то сделать и для этого надо оставить место, то есть дополнительное будет выдавливание производить по этому. По поводу вот этого всего дела, конечно, вот этот торцевой полигон здесь, а точнее N-GON и N-GON здесь я должен убрать. Вот такая вот, видите, получилась вещь замечательная, вещь прекрасная, готовая ко всему. Вот. Дальше по точкам вы вполне способны уже вот так вот доработать ох, привет, включил, да? Вот, доработать толщину. Значит, важным моментом вашей работы является то, что вот это кольцо ребер идет посередине сустава, то есть вот там, где сустав гнется, вот это будет, как бы я, это точка отсчета центральное ребро. Есть то же самое, что я передвигаю вот сюда, это будет центр и немножко масштабирую по ширине. Вот такой вот видите, получается у меня пока что объект. С ним еще, как говорится, работать. Работать начну с чего? Я возьму вот эту вот торцевую часть и с шифтом создам знаете, что в принципе даже не обязательно делать так. Ну ладно, я уже начал, какая в принципе разница. просто думаю, сейчас придется все это вылодить. Нет, вы знаете, что я сделаю по-другому. Будем считать, что я ничего не размыхал, я просто сделаю правильную топологию сразу, каким образом это будет команда например, connect на точках. Тебя просто на самом деле должны соединить вершины, чтобы избавиться от n-гона. Например, команда connect. Это могла быть та же самая команда cut. Вот здесь и проведу еще вертикальное ребро. Вот это уже как раз будет cut. То есть в результате моих манипуляций по идее должны остаться только четырехугольные элементы. Дальше я сделаю просто один экструд на полигональном уровне. Вот так. Вот такой вот. Вот это вот такой получится край. Мне нужно будет его масштабировать. Вот так. Вот это центральное ребро центральной вершины как раз послужит вот таким кончиком, который после сглаживания скруглится и даст мне нужную форму. Да, вот как-то наверное вот так должно выглядеть. Сместись кверху вот эту часть. Вот так. Сейчас дам эту часть чуть сместить. Вот. Окей. опять же сейчас вроде как не по форме. Там еще после TurboSmooth все равно придется точки туда-сюда таскать. Но вот постараться максимально подогнать его под форму. Окей. С этой частью разобрался. Плюс-минус конечно не должно вылезать. Тоже вверх. Вот так. Следуя общему потоку общей логики. Вот. Ну а дальше начинается детализация. В чем она заключается? Основная деталь здесь это сустав. Сустав во-первых требует уплотнения сетки. Просто ради того чтобы его аниматор смог нормально погнуть. А во-вторых в общем-то нужно визуально анатомически его выделить. Поэтому я использую команду сразу для двух суставов. Я выберу два кольца ребер. Применю команду она называется чейнфер. Два сегмента. Я их вот так растяну. То есть по факту я локально увеличиваю количество колец ребер. Можно достаточно широко их расставить вот там. Окей. Значит данные собственно линии что мне позволят сделать? Они позволят визуально задать сустав. Я теперь сделаю масштабирование небольшое. Вот видите. Я уже вижу что форма такая получается более анатомическая. То есть сустав является естественным утолщением. Это кстати не помешает мне выбрать все точку и чуть-чуть сделать шире. все равно будет сглаживание палец под сглаживанием сплющит немножечко. Вот. Далее. Конечно так бросать все это нельзя потому что сверху область вот эта вот здесь гнется кожа и такая здесь достаточно приличная область такая плюшка здесь есть вот она там кожа сминается да такие получаются складочки складочки конечно делать я не буду наверное складочки это уже дело текстур то есть текстурами это можно сделать вот но вот снизу вот здесь палец он ведь тоже гнется и вот снизу у нас знаете такие получаются по сути тоже небольшая складочка анатомическая вот ее я бы хотел проработать вообще палец вот палец в сбоку я бы хотел его немножко проработать вот смотрите вот здесь сустав его нижнюю часть я возьму вот так точки которые я только что сделал и подтяну именно вот к середине таким образом я как бы вот эту часть фиксирую геометрически здесь то же самое все делаю вот так после чего нижние ребра вот эти я бы затащил внутрь вот так внутрь чуть-чуть то есть видите палец я не гну геометрически не гну то есть не изгибая его будет гнуть аниматор но я создаю вот эти участки где кожа гнется и вот такой визуальный создается эффект да вот я турбосмут сейчас применю видите да то есть небольшие такие вот складочки появляются они пока совершенно такие вроде эфемерные но в этом в деталях вот в таких кроется собственно весь органический модель насколько вы все это сделаете грамм цвет кстати тоже делаю серым а то дурацкий окей ну что ж имеет смысл конечно продолжить что называется в том же быте вот здесь я добавлю еще колец ребер сделаю дополнительную дополнительную детализацию пинчем растащу что хочу я хочу вот такие вот знаете здесь такой чуть вниз еще вроде бы казалось бы ерунда но на самом деле у пальцев снизу действительно если вы референсы пальцев посмотрите в интернете в угле вы действительно увидите такие вот вещи опять же connect окей и вот здесь то же самое то есть такой вот и здесь тоже ну вот соответственно какая вот получается форма еще раз можно еще подпоряжать не хочется вот эти части честно сказать как-то вот на них зубы какой-то вот да ведь сверху видно что эти боковые вершины повылазили что называется их надо конечно немножечко пассифицировать а то они уже начали на трубы с мостом вылазить непонятным образом я их уберу вот такая вот веселая затея опять же смотрю вот на палец и честно сказать вот он мне нравится да вот вот эта вся форма она она выглядит true еще раз есть еще да то есть если еще 100 часов там пытать потаскать точки это будет совсем хорошо у меня к сожалению их нет 100 часов поэтому я удовлетворюсь с результатом все обычно много правил и правил но тем не менее окей ну и последние штрихи а точнее последний шаг который можно делать тысячи разных способов это создание собственно самого ногтя и сегодня мы ноготь сделаем по простому просто но эффективно что называется я наверное добавлю я вот думаю катом рисовать ноготь или просто экструдировать вершины а пожалуй добавлю то есть возьму команду кат проведу сверху то есть по сути мне надо обвести ноготь ребрами я вот так вот поставлю дополнительно ребра на поверхности вот таким вот образом получившиеся нгоны я раздроблю на полигоны то есть мне не нужны нгоны в моей сетке естественно вот то есть у меня получилась некая полигональная область которая может стать ноготьем вот она и вот дальше друзья опять же очень много подходов вы можете встретить к тому как чего с ним делать я не претендую на какую-то оригинальность я не хочу сейчас долго заморачиваться тут вы можете встретить моделинг в том числе того что там кутикулы модель то есть делать там 5-10 экструдов туда-сюда тянут потом экструд я сделаю все по-простому и не хочу не хочу заморачиваться вот значит что я сделал я ногу немножко так поверну центральное ребро центральное ребро вытащу повыше то есть это должна быть округлая форма а вы понимаете что после сглаживания чтобы получить округлую форму нужно сначала вот так вот немножко заморочиться вот можно инсет экструд сделать то есть здесь вы там под сглаживание смотрите что получается если говорить о модели невысокопрям высоко-высоко-высоко полигонами то по факту ваша задача просто задать ну некий такой знаете ну периметр ногтя что ли он должен читаться а дальше текстурировщик положит сюда просто уже картинку текстуру ногтя вы получите нужный результат другое дело если нужно еще ноготь вытягивать то есть делать ему определенную длину в этом случае конечно мы делаем какой-нибудь инсет вот впоследствии опять же приподнимаем вот эти полики например лучше точки конечно вот вот так вот то есть у вас получается кромка ногтя которую можно давить вот в том направлении замечательно вот я смотрю как бы как это выглядит уже похоже на правду при желании мы еще раз да вот это можно экструдировать вот эту часть впоследствии можно будет вот но экструдирование оно конечно требует еще потом дополнительный фиксация все сделаете ноготь любой нужный вам длинный вот здесь это не проблема хоть вот такие ногти там женские мужские я допустим на этом остановлюсь на таком варианте каком-нибудь вот по точкам доработайте то что вы собственно выдавили вот так как-то да чтобы ну и впоследствии не забывайте про фиксацию мы все время говорим о том кстати их надо приподнять вот здесь странно задрались вверх эти точки ну и соответственно не забывайте про фиксацию мы говорим о том что если вы хотите чтобы после модификатора турбосмур ребра которые должны оставаться жесткими оставались жесткими мы используем геометрическую фиксацию для этого выбираются ребра любые какие вы сейчас сочтете нужные вот кстати вот здесь видите получилась такая нехорошая штука или это а это просто пересечение это не совсем нехорошая штука ладно окей соответственно вы эти ребра выбираете все ребра которые требуют фиксации надо выбрать вот может быть вот здесь я еще как-то по периметру ногтя прошелся бы но наверное сейчас я не буду этого делать я применяю команды типа chaffer lift root с почти нулевыми значениями почти нулевыми с целью фиксации периметра в этом случае издали издали будет прям видите периметр ногтя читаться вот в общем-то учитывая время я брошу эту затею я бы еще конечно поработал и по точкам потаскал но меня это более чем устроит на данном этапе можно сказать даже может фиксацию сделать более мягкой сейчас один момент да помягче я сделал жестковато по мне смотря с кого расстояние смотреть ну да вот так мне нравится больше ну и теперь собственно классная картина теперь собственно что делать с этим дальше ну настал собственно черед плодить пальцы размножать их для этого конечно палец должен стать частью вот этой биометрии не нужно забывать что у обоих объектов есть турбосмоз это плохо потому что турбосмоз может быть только на том объекте к которому вы пришиваете поэтому с пальца я турбосмоз сношу по-честному ну хотя вы знаете можно пальцы сначала размножить а потом как вариант давайте так сделать можно это не особо принципиально давайте сначала я сделаю копии а уже потом сделаем интечу тут тут все тривиально это три независимых копии пока что ну ладно окей сразу этому товарищу тоже дадим копию это будет самая веселая наверное задача вот как я ее здесь расположу опять же с вашего позволения я не буду сейчас прям знаете вот один к одному все это подгонять это реально не пятисекундная задача я схалтурю поэтому будут они выглядеть как штампованные пальцы уникальные на самом деле человеческие они все не так просто ну вот как вариант я на точках могу выйти в локальную систему координат и видите то есть если допустим просто подсплющить его так поставить вполне но чуть о том что берете так следующий товарищ опять же прозрачный чуть поворачиваю ставлю вижу что да тоже великоват выхожу на вертексы control a local масштабировать стараюсь как-то вот вот так и так и всяк вот тоже делаю его как бы поменьше ставлю ну еще раз подгон по точкам вам придется произвести если вы не хотите все порушить и считаете что нужно более плавно деформировать рекомендую использовать soft selection то есть плавные деформации опять же то что мы разбираем обычно на курсах это возможность поверхности таскать плавно то есть вы тянете одно а за этим одним тянется что-то другое степень воздействия настраивается поэтому можно так вот более плавно подогнать все ну и собственно опять же будем торопиться то время потихонечку подходит к своему завершению наш замечательный семинар так вот соответственно другие виды кстати надо тоже периодически просматривать большая ошибка если мы забываем про перспективу и забываем о том как это вообще выглядит на других проекциях окей так мизинчик самый маленький пальчик его нужно сюда тоже воткнуть а кто вот так окей soft selection тот же самый вот такая вот видите друзья кропотливая работа то что я говорил анатомический рендеринг это не техники это нечто иное и я бы еще на самом деле мизинчик он чуть тут видно повернул не знаю стоит ли сейчас это делать я сомневаюсь но чуть-чуть может быть вот так да самый маленький ну что ж в общем-то я с этого начну большой палец на самом деле честно сказать весь этот семинар можно было бы устраивать только из большого пальца я хочу просто вам показать технику как его потом пришить потому что народ обычно на курсах со всеми пальцами справляется кроме большого с большим большие проблемы с большим пальцем большие проблемы в общем и поэтому сейчас я пришлю все вы поймете общий смысл но с большим пальцем просто есть один дополнительный шаг который народ никак не может включить в работу никак не может уловить поэтому я хочу его показать ну соответственно друзья я сделаю вот так собственно я смес TurboSmooth с пальцев это обязательно потому что если вы знаете как вы делаете ошибку TurboSmooth вшивают в поверхность перед отечем то есть на пальце стоял TurboSmooth человек сделал Convert2 превратил объект Poly ну и при attach получается очень много лишних полигонов поэтому я что делаю я выбираю саму кисть захожу под TurboSmooth нахожу attach можно attach multiple в нулевом слое нахожу все свои пальчики нажимаю attach да они все присоединяются о кстати вот я как раз сделал эту ошибку забыл с большого пальца убрать TurboSmooth поэтому он так печально присоединился о дубль 2 видите сам учу сам ошибаюсь вот control attach вот я присоединил честно очень мне нравится топология тут прям очень-очень на сетку смотришь вот именно на low-poly сетку понимаешь что да это неплохо вот ну и собственно action ну каждый палец каждый каждый вот этот теперь уже элемент в составе объекта я выключу тут soft selection не выключил вот я поставлю в перспективке более-менее на место да пожалуй как-то так дальше там будет правка по точкам это понятно что сразу все идеально не прилипнет но вот какой-то общей общей идеей в плане расположения на основании пальца и кисти она должна уже прослеживаться можно если честно подальше оттащить пальцы не обязательно их прям лепить вот наверное это даже будет удобнее ну а дальше я понимаю прекрасно что у меня в основании пальца 8 точек а вот здесь у меня точечек ну не достает да поэтому я еще раз применю команду connect кстати это позволит мне анатомично проработать пясные кости которые сверху выступают в данном случае например есть точки они уже есть точки сейчас стоят не анатомично то есть мне нужно чтобы я знаю что они вот здесь сходятся мне нужно вот здесь я могу воспользоваться разочек visibility параметром вот я просто посмотрю вот что пясные кости сейчас идут вразрез с ребрами нужно ребра поставить по направлению пясных костей то есть вот этот эта форма она должна соблюдаться потому что когда кости будут то есть сетка должна идти по костям когда кости будут встраиваться в поверхность не должно быть таких моментов иначе анимация будет выглядеть очень странно поэтому я вот так анатомично сейчас подвину ребра для будущих пясных костей вот верну обратно себе visibility ну и соответственно вот теперь я готов выхожу на ребра выбираю вот эти четыре ребра делаю ring вот так ring то есть все кольца ребра выбираю и делаю connect на этот раз количество сегментов один вот так окей сразу ну при желании я могу уже задать выступы я это делаю руками то есть пясные кости должны выступать особенно костяшки да вот я их обозначу теперь их можно обозначить ну так по-честному практически потому что есть недостаточное число вершин для этого вот но и остальные точки чуть приподнять не мешает то есть показать что пясная кость она визуально выступает вот в этой части вот таким вот образом и вот когда у меня вот эти видите дополнительные точки необходимые для работы появились я их могу опять же то есть основание сделать чуть более круглым вот так вот теперь собственно ну опять же долго можно морочиться с точками я не буду теперь я буду считать что я уже могу делать собственно соединять чем соединять иногда используют команду bridge это мостик команда bridge успешно позволит вам справиться с задачей вот но в данном случае если вы считаете что количество рёбер уже здесь достаточно можно воспользоваться командой target valve значит как вам нужно иметь две разомкнутые части то есть на пальце должна быть дырка и на то есть границе рёбер да и на вот этом тоже вот я вот так на одном примере покажу вот после чего вы выбираете вертексы выбираете target valve и начинается action по одной точке вы начинаете сшивать раз два то есть просто кликая в точке по одной вы пришиваете их друг к двушке притом вы заметите что первая точка которую вы кликаете едет и пришивается ко второй точке в которую вы кликаете ручной труд друзья весь моделинг особенно органический это ручной труд без каких-то чумовых автоматических алгоритмов вот я вижу что да здесь перетяг перетяг я уберу вот так то есть я руками выправляю все моменты которые мне кажется сомнительными при том в объеме я это делаю не просто еще при пальце у меня куда-то с высобочился видно когда я его трансформировал немножечко когда он съехал вот так я его подправлю прекрасно начну и продолжая в том же духе соответственно удаляю следующую часть на вертекс и выхожу target valve то есть помните о чем я говорил я говорил о правильном количестве вершин правильно количество вершин то есть общая логика которой вы следуете если вы если вы исследуете она позволит вам сделать так чтобы когда вы одно к другому пришиваете оно пришивалось куда надо и количество точек будет везде тогда совпадать то есть если вы следуете общей логике вот прям видите у меня все прям филигранно у меня прям палец встает на место как родной да ну и потом точки просто я немножко еще корректирую так произведу пожалуй оставшиеся действия в режиме немножко с вашего позволения ускорен потому что я так думаю что всем все понятно в этом плане небольшие артефакты черного цвета это сглаживание это не страшно то есть группа это точка из группы сглаживания мы с вами тоже на курсах проходим знаем что это такое разобраться с проблемой групп сглаживания ни для кого проблемой по идее не составит так ну в общем а ну да удалить поле все кажется что там уже дырка окей народ когда впервые впервые видит подобный моделинг немножко смущается говорит что и что вот вы так все время и моделите вы что сидите типа 20 часов и моделируете какую-то там типа руку да а 20 часов кстати не так уж и много для хорошей модели какой-нибудь персонажей например конечно все это требует навыка сноровки тренировки ну вот суммарно я получил такой вот видите результат честно сказать я очень доволен то есть не без косяка просто у меня нет времени сейчас морочить точки но в принципе это однозначный успех то есть это неплохо и в плей режиме я вижу это смотрится достаточно анатомично достаточно неплохо конечно стоит учесть все виды иногда бывает что вот пальцы относительно руки бывают немножко плосковаты или наоборот рука относительно пальцев толстовато вот но тут уж масштабирование вам в помощь с тем же там софт селекшеном без софт селекшеном то есть все можно подправить да и большой пальцем стоит трогать при этом конечно то есть как-то вот чуть-чуть подсплющить при желании это я так и думаю всем понятны такие знаете корректировки ну что ж перейдем к финальным вещам начну во-первых большой палец большой палец честно сказать все то же самое я не скажу что это какая-то страшная вещь но есть нюанс я просто покажу чтобы потом скажем так снять с себя ответственность как раз на курсах когда люди будут дома делать что-то чтобы у них было понимание во-первых я прекрасно прекрасно себе представляю что вот этот сустав на пальце как бы отсутствует понимаете он грубо говоря спрятан в руке и я под него уже дал полики поэтому я просто уберу лишнее здесь кстати при желании можно сеточку там спрятать временно мы умеем скрывать сетку кстати выбирать можно полигоны удобно команды игровые если мне нужен ровный ровный срез что называется я могу команды игровые выбрать все что мне необходимо и удалить таким образом оставив только нужную часть вот теперь этот элемент требует поворота вот это самое важное я знаю что палец большой он повернут можно сначала отмасштабировать чуть-чуть я вижу что он больше явно в частности по ширине например он поширее он наверное еще и побольше в общем по массе по массе он больше вот я его соответственно в локали чуть-чуть поверну да тут так нетривиально все это может получиться но опять же давайте ваше упражнение не буду долго этим заниматься можно долго его таскать тени-толкай что называем давайте я покажу суть вопроса чтобы еще успеть показать вам немножко кисточек делаем hide all вот здесь конечно вот эта вот стыковка важно понимать следующее вам нужно сделать так чтобы при стыковке вот эта линия ребер центральной на большом пальце шла по заботливо установленной ранее линии ребер вот эти две линии ребер должны быть вместе они хотят быть вместе навсегда поэтому я большой палец сюда пристыкую максимально по моему ощущению правильным образом вот вот эту линию при желании если вы видите что там вот такой скосик получился да сейчас повернуть вот эта линия при помощи специальных констрейнов то есть ограничений может быть немножко перемещена почему нет но только без ущерба что называется для общей формы вот и вот тогда как раз стыковка возможно произойдет успешно я выду на полике выберу вот эти полигоны я уберу отсюда выду на вертексы и понеслась да тут мы скрещиваем с вами все пальцы на руках и ногах ну шучу на самом деле если вы все заранее делали правильно все будет хорошо раз-два то есть я с этого начинаю сразу чтобы обеспечить себе правильное правильное сшивание ну а дальше вот как называется как бог пошвет их все равно восемь в этом-то я как бы не сомневаюсь все будет хорошо так что мне просто главное не промахнуться и вуаля суммарно да поначалу будут перекосы небольшие их надо будет устранить руками как устранить усреднить скорее то есть вы положение вершины усредняете таким образом чтобы давай констрейн при этом надо убрать чтобы он позволил мне вытащить точки из поверхности как бы вовне вот ну и суммарно неким трудом ручным вот эти перекосы они постепенно идут вы их как бы усредняете вот так то есть ручками аккуратненько все ставите на свои места вот это нам может выше то есть усреднение я думаю все понимают что это такое вот это я конечно дал маху вот такой процесс кропоты выручил ну и суммарно суммарно еще раз да сейчас я на этом именно вот этот процесс я закончу потому что окей я думаю все все поняли я получаю гудноту то есть это это успех вот замечательно последние штрихи значит там все будет дальше зависит от того что вам нужно лоу поле модели не лоу поле модели и так далее и тому подобное вот но вы обеспечиваете задел для последующей детализации например ну да тут конечно с большими пальцами проблем да не только с большим но торопился уж извините все можно поправить подвинуть я не буду сейчас делать вот есть вот эта кожа она выступает с нижней части между пальцами как вы знаете вот имея как бы то количество вершин которые сейчас есть у меня я не смогу в точности это повторить но сделать задел у меня же есть эти точки вот эти точки у меня есть для того чтобы впоследствии это будет выглядеть кстати ну нормально кстати будет выглядеть даже сейчас вот видите я беру эти точки и просто как бы выдвигаю в нижней части вперед вот с турбосмутом вы заметите да можно с учетом турбосмута их двигать сразу вот я говорю сразу сейчас не получится прямо один в один но уже уже вы сделаете задел для будущей детализации в этом в этом плане то есть я вижу что вот начинает появляться нужная мне нужная мне детализация здесь вот здесь я помню пропустил этот момент вот теперь я могу используя вершины с краю вытянуть чуть-чуть вот эти то есть я не верхние точки тяну как раньше у меня же теперь есть другие вот эти самые другие точки центральные вытягивают для вот натягивания вот этой кожи эффекта натягивания кожи вот в этом участке то есть я не поторопился видите и угадал выиграл потому что теперь это будет смотреться гораздо-гораздо лучше и топологически будет гораздо более верно ну что ж друзья мы с вами постепенно наш семинар он подходит к логическому завершению остался последний нюанс я обещал кисточки я просто покажу вот последние грубые штрихи у меня есть поверхность может быть может быть вы захотите кистями проработать самый низкий уровень детализации вот такой здесь вам поможет отключение отображения ребер жесткости то что вот в максе к сожалению по умолчанию включено то что мне не очень нравится это вот невозможность нажать F4 и увидеть без сетки поверхность пока она выбрана вот а дальше я выйду на это был поле на объектный уровень объектный не полигоны не вертекс ничего я выберу соответственно кисточки это называется paint deformation у нас есть кисточка push pull то что мы в шутку называем тяни толкай и есть кисточка relax ну relax переводить наверное не стоит я могу задать размер кисти и силу кисти кисточка в чистом виде тянет на меня поверхность если зажать alt она продавливает вот я видите например перстную кость продавил только что вижу что теперь смотрится получше вот так вот аккуратненько с альтом могу чуть усилить какие-то эффекты где-то там на поверхности но запястье про запястье как бы забыл да понятное дело что впоследствии запястье должно будет уплотняться по количеству ребер а это позволит мне опять же теми же ну например кистями я вот вначале пытался вот эту косточку здесь указать указать ее более грану да то есть при помощи кисточек кисти релакс наоборот сглаживает эффекты вот таких вот жестких ребер то есть в случае если например где-то накосячили можно этот момент убрать вот таким вот образом соответственно я вижу здесь немножко появилось правильного рельефа и вот здесь то же самое то есть я смотрю пушпулом хочу вот здесь показать вот тут часть такую вот выдавленную видите вот так вот она идет красиво можно потыкать побольше мышкой это не страшно вот здесь вот эти подушечки здесь здесь вот так вот и вся постепенно как бы делает так что она приобретает нужную мне форму а где-то наоборот если вы видите что какой-то косяк очень удобно релаксом бывает лишний теншин что называется напряжение сетки вот смотрите вот прям сетку вам показываю лишнее напряжение просто убрать разгладить вот таким вот образом пожалуй друзья на этом наш семинар можно считать оконченным и я готов выслушать ваши вопросы если они есть вы можете задать их в чат или вот точные слушатели могут задать их в классе эй-эй-эй народ на проводе вы спите? ну что ж поскольку ну тут вы же понимаете что от получается да не получается всего 10 тысяч часов практики да вот соответственно друзья тогда на этом так Оксана спрашивает как такие как часто такие модели делают в ZBrush значит Татьяна есть два рабочих процесса очень распространенных если мы говорим именно о персонажном моделировании то есть два рабочих процесса первый рабочий процесс это когда болванка вот такая вот какая у меня вот low poly без турбосмок вот такая а может быть даже гораздо проще делается в Максе такая деревянная квадратная потом она переносится в ZBrush где происходит скауптинг соответственно то есть происходит уже цифровая лепка потом все равно кстати если модель все-таки для игр например ее все равно тащат в Макс в Макс и делают уже ретопологию опять превращают по сути в низкополигональную модель вручную на основе high poly объекта ну или ретопологию делают прямо в ZBrush или в какое-нибудь специальное приложение а второй способ в ZBrush есть например такой инструмент он называется ZSphere он позволяет в принципе с нуля сделать болванку и уже начать ее лепить это второй способ то есть тогда 3D Max в плане геометрических построений он как бы остается в стороне берутся просто вот эти ZSphere и происходит вытягивание модельки прямо в ZBrush по поводу как часто сложно сказать разные компании используют разный производственный процесс кто-то использует тандем из 3D Max и ZBrush кто-то использует ZBrush изначально а 3D Max только для финального текстурирования или чего-то такого Сергей по поводу автомобильных дисков автомобильные диски они может быть еще будут видите я с темы руки не съехал вроде бы вот может быть и автомобильные диски будут если я увижу в этом знаете какой-нибудь смысл потому что очень много есть уроков по автомобильным дискам мастер-класс хочется сделать такое ну семена чтобы в нем было что-то особенное вот например в руке я вам сегодня нашел чтобы показать особенного соответственно если я еще пошерстю если у меня будет еще семинар в этом году и если я пойму что есть что-то интересное я вам обязательно продемонстрирую создание диска и шины и диска и всего прочего так Татьяна по поводу каким методом натягивать материалы материалы натягиваются на готовый анреп то есть развертку а развертка это модификатор у вас есть такой модификатор называется Unwrap UVW как мы шутим на занятиях признан самым неизучаемым в домашних условиях модификатором соответственно у нас есть курс он называется сложное текстурирование приходите я вас научу текстурировать персонажей потому что эта задача не самая тривиальная но можете попробовать вот анрепом сначала сделать развертку руки а потом соответственно наложить текстуру пожалуйста всем пожалуйста рад что вам понравилось вот по поводу головы я тоже думаю я думаю все тогда окей я со всеми прощаюсь вот приходите к нам еще на семинары приходите к нам на курсы всего доброго до свидания до новых встреч до новых общих до новых . до новых Субтитры создавал DimaTorzok